В России общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии увеличилось до 145 268 человек. Скончались 1356 пациентов. Сегодня медики сообщили о том, что за сутки в стране выявлен 10,581 носитель коронавирусной инфекции. Этот показатель оказался немного ниже, чем было вчера, тогда зафиксировали 10,633 новых пациента. Однако количество умерших за 24 часа резко возросло. Сутками ранее врачи зафиксировали 58 летальных исходов, а сегодня они заявили о 76 умерших. Из них 35 человек скончались в Москве. Столица лидирует в печальном рейтинге новых заболевших коронавирусом, 5795 человек. В Московской области выявили 803 носителя опасной инфекции. Далее следуют, Санкт-Петербург, 317, Мурманская область, 280, Дагестан, 160, Нижегородская область, 157, Кабардино-Балкария, 105, Ямало-Ненецкий АО, 104, Брянская область, 102, Краснодарский край, 96, Татарстан, 86, Ростовская область, 85 пациентов. Полный список заболевших по регионам смотрите в таблице. За сутки в России полностью выздоровели 1456 человек. С начала эпидемии победить опасную болезнь смогли 18,095 жителей нашей страны. В Москве за сутки выздоровело еще 544 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего количества людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573 человек, сообщила заморостолица по вопросам социального развития Анастасия Ракова. На сегодняшний день полностью остановить циркуляцию коронавируса в России невозможно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране, пояснила она в эфире канала Россия24. Ученые считают, что распространение вируса в нашей стране остановится к началу июня, а полностью вернуться к нормальной жизни россияне смогут 7 августа. Коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Он проходил лечение в больнице. Заболела и народная артистка России Татьяна Васильева. Однако она покинула клинику. Кинозвезда призналась, что ее шокировала ситуация в больнице.